В Екатеринбурге городские гаишники и прокурор уральской столицы Светлана Кузнецова провели рейд из сказочного цикла «Сим-Сим, откройся». На нарушение ПДД ловили конкретно и целенаправленно обладателей СИМов, то бишь средств индивидуальной мобильности, как то электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и прочие аналогичные самодвижущиеся аппараты. Вы прикиньте, какого уровня проблематичности достигла эта тема, что в рейд с гаишниками вышла самолично прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова. Можно по этой проблематике успориться вплоть до проблевотики. Всегда будут те, кто за «Симы» и те, кто против. Автор этих срок, например, заметил как-то такую мыслишку. Идешь пешком, думаешь, велосипедисты, мягко говоря, редиски. Едешь на велике, думаешь, пешеходы, мягко говоря, редиски. Но неважно, пеший ты или на велосипеде, всегда понимаешь, что электросамокатчики, особенно эти вот на арендованных агрегатах, те вообще редиски. Не все, конечно, но иной раз такие опасные ситуации случаются с ними. Проблема в том, что электросамокаты, они же реально быстрые, реально тяжелые и реально твердые. А взять их на прокат может практически любой. Хоть бухой, хоть обжабанный, хоть неумеха. Симам надо ведь уметь управлять. И если на моноколесо еще не каждый полезет, то электросамокаты общедоступны и потому опасны. И проблема не в самокатах, это всего лишь бездушный предмет. Проблема в людях, которые на них коряво ездят. Ну вот, взять крайне яркий эксцесс. На 8 марта возле мегаполиса два пацана ехали на одном электросамокате, на зебре догнали пешеходку и завалили ее. Так что аж нога хрустнула. О чем мы рассказывали? Это, конечно, дичь. И такое происходит не часто, но происходит. Ну а по ДД самокатчики нарушают регулярно, массово и повсеместно. Это как с добрым утром. Ну, в частности, редко же кто из самокатчиков спешивается на перекрестках. Спешит и не спешивается. В ходе рейда гаишники и прокурор ловили в основном таких. Спешиваться, в первую очередь, спешиваться. Почему нарушил? Очень сильно опаздывал. Куда спешил? В университетной консультации. Ты знаешь, что есть такое правило, что нельзя переезжать через пешеходку? Я знаю, что надо спешиваться. Когда переходишь пешеходок, перекрыл. Нельзя его приезжать на сцену. Планирую больше так не делать. Зачастую это административное правонарушение. Это у нас ст. 12.29. Часть 2-ая, это управляя сельским индивидуальным мобильностью. Люди не спешиваются, так же, как и на велосипедах в том числе. И переезжают в проезжую часть. Что подвергает угрозу и себя, и других участников города. По статистике, значит, в настоящий момент у нас на сегодня, на текущий день, составлено уже 1200 административных материалов в отношении нарушителей. По отношению к прошлому году у нас было 670 административных материалов. На территории нашего города в настоящий момент 3 компании находятся. Это Bush, PassiveLine и Яндекс.Воу. Которые сейчас насчитывают в общей сумме порядка 10 тысяч именно в средствах индивидуальных мобильности. 10 тысяч самокатов электрических. Работа с ними ведется. Это как в основном на празднических мероприятиях. Они принудительно путем программирования снижают, занижают скорость. Запрещают в целом стоянки. Человек, взяв самокат в паркат, доезжая, не может было поставить, где. Что влечет, у него уже софтные санкции, это деньги, накладываемые агрегатором. Поэтому люди, как правило, избегают эти участки уже. Парки, скверы. Также наложены запреты на управление самокатом.